Это программа День с толком в студии. Я Андрей Дрейер. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и ютюбе. Смотрите в этом выпуске. У Алтайского края пятый класс пожароопасности. Западные районы пылают. А придет ли смог в Барнаул? Он быстро дает метастазы. Что такое рак кожи и как с ним борются алтайские врачи? Автомобильные очереди у кладбищ и переполненные автобусы. Чем еще запомнится родительский день? Самый высокий пятый класс горимости объявлен в Алтайском крае. Чрезвычайная пожароопасность, по словам спасателей, сохранится и в ближайшие дни. С 12 по 14 мая. Накануне чуть не сгорел Рубцовск. Причина сразу три крупных возгорания сухой травы. Огонь мог перейти на частные жилые дома. Чтобы справиться с ним, спасателям потребовалось много времени. Всего же за период праздничных выходных в регионе зафиксировано 1100 возгораний. Только за минувшие сутки патрульными группами было выявлено 47 травяных пожаров. Патрульно-маневренными группами самостоятельно ликвидировано 40 из них. По результатам работы надзорных органов за сутки составлено 14 протоколов об административных нарушениях. Частая причина ландшафтных пожаров – сжигание мусора и сухостоя на приусадебных участках. Ну а это картинки из соседнего восточного Казахстана. Из-за пожара в лесостепи там сгорело 14 жилых домов. Причина дымки в воздухе в нашем регионе как раз природные пожары на территории края и у соседей. Дымка развеется, по словам метеорологов, только ближе к концу недели, когда по прогнозу вероятны дожди. Остается затопленный мост в Аллейском районе. Люди используют альтернативный проезд, но он в два раза длиннее. Горе мост ежегодно уходит под воду. И эта весна не стала исключением. Чтобы решить проблему, Министерство транспорта края приняло решение увеличить количество водопропускных труб. Вопрос лишь в том, когда начнутся работы. Срок пока не определен. А вот уровень воды в реках региона постепенно снижается. Так, в Аби, вблизи Барнаула, он составляет 515 сантиметров. По сравнению с 9 мая, это на 13 меньше. Добавим критический уровень. Это 540 сантиметров. Жители села Зятьково Панкрушихинского района все прелести бездорожья вкушают каждую весну. Транспортные связи с внешним миром лишают их поводок. А в капитальном ремонте дороги жителям отказывают. В бюджете района не хватает денег. Далее слово Валентине Аскервой. Ездим только по огороду. Когда грязь вообще не выездная, сидим дома. Пропасть, образовавшаяся после паводка, поделила село Зятьково на части. И отрезала жителей этой части деревни от благ цивилизации. Магазины только там, все на гриве. Запасаемся заранее. Закупаем на неделю и хлеб, и все на свете. А там, когда дорога есть, то уезжаем на машине. Вот сегодня на машине съездили. Объехали вот так, кругом объезжали. Здесь мы не проедем. Я вот, мне до центра доехать от дома. У меня получается здесь километр, а так 3,5 километра. А в непогоду и особенно в весенний паводок здесь не то, что проехать. Пройти нельзя. Местные жители сооружают переправу при помощи сподручных средств. Вот дети переходят. Видите, как переходят по доскам. Унесли эти доски. Она утром наложила воды меньше. Они перешли. В обед приходят, этих досок нет. Вода сильнее пошла, все. Она давай снова городить здесь, таскать доски. Яма на яме. В непогоду. Легковую машину лучше ставить на прикол. Проехать может только внедорожник. Люди мечтают о нормальных дорогах. Администрация района нам пояснила, что дорожный фон слишком скудный. Как вы представляете, на 6 миллионов. Что можно сделать? У меня протяженность дорог 421 километр. Чем вот, допустим, жители села Дядьково лучше тех же жителей села Дележанки. С учетом того, что в селе Дядьково находятся 5 крупных фермеров района, которые могли бы взять на себя социальную ответственность и хотя бы уже как-то помаленечку эти дороги делать. Ведь, по сути дела, эти дороги они разбивают своей крупной техникой. 3 миллиона пойдут на капремонт транзитной дороги в райцентре, пояснил глава. Оставшиеся на ремонт дорог всех сел района. На Дядьковские деньги дойдут, но и хватит лишь на то, чтобы прогридировать до зимой почистить снег. А вообще, глава района призывает жителей проявлять активность и участвовать в проекте поддержки местных инициатив, чтобы выиграть грант размером в миллион рублей. Эта сумма позволит начать восстанавливать сельские дороги. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Этой весной уже три человека в краевой столице получили травмы в ДТП с участием велосипедистов. ГИБДД Барнаула решила в очередной раз напомнить о культуре вождения любителям двухколесного транспорта. Накануне в парке Изумрудный прошел масштабный велофест, велопробег, велодрагрейсинг. Забег на самокатах юным участникам дорожного движения был предоставлен огромный выбор. За победу в соревнованиях, квестах и викторинах каждый получил символический приз. Автоинспекторы напомнили и правила поведения на дороге юным участникам дорожного движения. Детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть. Переходить пешеходный переход можно исключительно пешком, а не на велосипеде. Для передвижения на двухколесном транспорте необходимы средства защиты на коленники, на локотники и шлемы. Только при соблюдении правил, считают ГИБДД, статистика ДТП с участием велосипедистов может пойти на снижение. И к другим темам. Минздрав России утвердил список кандидатов на пост ректора Алтайского медуниверситета. Из пяти претендентов отбор прошли только трое. Это Ирина Шереметьева, которая сейчас исполняет обязанности руководителя ВУЗа, ИО-проректора по развитию здравоохранения и доп. образования Дмитрий Ганов и исполняющий обязанности проректора по учебной работе Игорь Бабушкин. Не аттестовали Юрия Лобанова и Сергея Фоминых. Так сообщают на сайте ВУЗа. Точная дата выборов не названа, однако пройти они должны в ближайшее время, поскольку 30 июня для Ирины Шереметьевой заканчивается срок исполнения обязанностей ректора. Добавим, официального назначения руководителя в медуниверситете ждут уже полтора года, с тех пор, как в ноябре 19-го Игоря Салдана сняли с поста ректора. Он пытался вернуть себе эту должность через суд, но проиграл. А попытка провести выборы тогда успехом не завершилась. В первый раз аттестацию прошла только Шереметьева. Впрочем, в ее победе уже сейчас мало кто сомневается. Ее же называли и главным конкурентом Салдана в 19-м, из-за чего он даже уволил сотрудницу. Не исключено, что грязная тактика внесла вклад и в увольнение самого Салдана. Эта опухоль быстро дает метастазы. Однако при ранней выявляемости пациенты живут долгие годы. Речь о меланоме, раке кожи, день борьбы с которым отметили накануне во всем мире. Врачи говорят, что заболеваемость меланомой в России за последние 10 лет выросла вдвое. Кто в группе риска? На что людям стоит обращать пристальное внимание? И как часто необходимо посещать врача-дерматолога? Расскажем далее. Сетки нормальной нет, атипичная сетка. Многоцветие, неровные совершенно границы. Вот так выглядит меланома на фото при дерматоскопии. Это современный метод ранней диагностики злокачественного образования кожи, который не требует специальной подготовки. Каждую родинку врач видит в 3D-измерении через своего рода современный микроскоп. Это образование абсолютно безопасное. Надежда на приеме бывает регулярна. Причина онкозаболевания близкого родственника и большое количество родинок на теле. К слову, поводов обязательно прийти к врачу может быть несколько. Во-первых, изменение цвета, уплотнение или асимметрия родинки. А также ее внезапный рост, трещинки и зуд возле нее. Дерматологи рекомендуют осматривать себя регулярно. Смотреть в труднодоступные места. Это половые органы, это подмышечные впадины. К волосистой части у головы тоже кожу нужно обязательно осматривать. Если у вас есть любого рода сомнения, обратитесь в поликлинику по месту жительства. Дальше вас направят к узкому специалисту. Но тянуть с осмотром не стоит. А вот что стоит делать, так это избегать длительного пребывания на солнце. Особенно белокожим отказаться от солярия и не травмировать родинки. Рак кожи, как и остальные его виды, заметно помолодел. И теперь это отнюдь не болезнь тех, кому за 50. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня в Барнауле завершился отопительный сезон. Причем часть жителей лишится не только отопления, но и горячей воды. В городе начинаются гидравлические испытания тепловых сетей. Иными словами, опрессовка. Первыми под отключение с 11 по 20 мая попадают 108 тысяч жителей индустриального района. По контуру ТЭЦ-3 отключать горячую воду планируют в два этапа. Подробнее о том, попадет ли ваш дом под отключение, можно узнать на официальном сайте Барнаула. Сегодня православные празднуют Радоницу. День, когда принято вспоминать усопших, но не со скорбью, а с радостью. В храмах проводят поминальные службы, люди посещают кладбище. Но вот добраться до барнаульских погостов было нелегко. По пути к ним и обратно образовались огромные пробки. О том, как прошел родительский день, расскажет Артем Гусельников. Добраться сегодня до кладбища не такая уж и простая задача. Бесплатный транспорт отменен, а в общественном порой просто не хватает места. Причина тому – Радоницы. Или, как ее еще называют, родительский день. Заторы на дорогах вблизи кладбищ длились часами. Ко всем кладбищам тянулись вереницы машин, но люди терпеливо ждали. Все стремились попасть к могилкам близких людей. Для православных этот день – возможность еще раз вспомнить об ушедших, пообщаться с ними, пускай даже мысленно. И мы пришли сегодня помянуть наших родных, близких, родителей, родственников, которые умерли. Принесли им дань уважения, что мы не забываем о них, помним о них. И приходим в такие дни, чтобы посидеть возле них. Важно не просто помнить, говорит Таисия Алексеевна, а передавать память о предках из поколения в поколение. Именно так получится продлить жизнь тех, кого уже нет с нами. С ней согласны и другие пришедшие на кладбище люди. У меня здесь мама похоронена с 1976 года. И вот мы с 1976 года регулярно сюда ходим, следим за могилкой и так далее. Кроме того, у меня папа похоронен с 1965 года, но теперь это далеко очень. Я сюда цветочки папе ношу. Традиция именно в этот день посещать захоронение берет начало из православной культуры. После божественной литургии в Радоницу снимается запрет на поминальные службы и проходит большая панихида – поминовение всех умерших. Такие сегодня прошли во всех храмах. Так как самый величайший праздник Пасхи совершается, и получается после Пасхи мы не совершаем никаких заупокойных служб, как раз Радоница является таким отправным пунктом для того, чтобы опять вернуться в поминовение о тех людях, которые ушли. Пока в храмах шли поминальные службы, люди наводили порядок на могилках. У каждого кладбища обещали организовать дежурство восьми поливальных машин, чтобы люди могли набрать воду и помыть руки. Но мы такой техники не увидели. Зато были сюрпризы в виде ловцов за должниками. Так в Новоалтайске на одном из кладбищ дежурили судебные приставы. Они предлагали посетителям погостов погасить долг прямо у могилок. Выходит, даже в особенные церковные дни помнить нужно не только о духовном, но и о мирском. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае посевная началась на две недели позже, чем в прошлом году. О ходе кампании сегодня в правительстве рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, сейчас в крае идет сев практически всех традиционных сельхозкультур. Зерновых, зернобобовых, технических, овощных и так далее. Восточные и южные районы из-за погоды отстают от привычных сроков на несколько дней. Итого, в этом году яровой сев проведут на 4,5 миллионах гектаров. В том числе, более чем на 3 миллионах посадят зерновые и зернобобовые культуры. И более чем на миллионе гектаров масличные. При этом, как говорят в профильном министерстве, проблем с техникой и семенами в хозяйствах нет. По свежим данным, на сегодня занесено примерно засеяно. Примерно 18% яровых от запланированного на этот сезон. В Барнули начали съезжаться участники этапа Кубка мира по гребле. Три спортсмена из Эквадора уже заселились и ждут тренировок. А всего краевая столица ждет 444 участника из 57 стран. До крупнейших соревнований в истории Алтайского края остались считанные дни. Они пройдут с 20 по 23 мая на Грибном канале в Барнауле. Планируется, что только вживую их увидит 20 тысяч зрителей. А трансляцию – зрители со всего мира. В следующий понедельник, 17 числа, у нас прибывают два чартера с первого этапа Кубка мира. С Будапешта, с Эгита. Соответственно, спортсмены прибывают, размещаются, тренируются. И 20-го – все, начало соревнования. Поедем. Накануне организаторы подогрели интерес к соревнованиям еще и тем, что на Грибном канале среди зрителей разыгрывают три автомобиля и квартиру. Для того, чтобы попытать удачу, нужно будет приобрести в шоппинг-зоне сувениры с символикой Кубка мира. Футболисты Барнольского «Динамо» в домашнем матче обыграли «Урал-2» из Екатеринбурга. Алтайские кикбоксеры завоевали золото на чемпионате и первенстве России, а юным дзюдоистам до 15 лет только предстоит борьба за медали. 12 мая состоится финал Алтайской лиги дзюдо. Подробности в материале Дмитрия Дроздова. Очередная серия домашних игр для футболистов «Динамо» Барнаул стартовала с поражения. В первом поединке «Белоголубые» встречались с Челябинска. И гости уверенно взяли три очка, обыграв барнаульцев 3-0. На вторую встречу против «Урала-2» хозяева были максимально замотивированы. И это дало свои плоды. На 10-й минуте матча Игорь Абрамов отправил мяч в сетку ворот 1-0. Такой счет и остался до финального свистка. Психологически видно, что команда подсела. Ну что, такой психологический был как бы груз, конечно, уже безумно. Там счета такие. Тут, наверное, рад, что выиграли. Сказать, что мы опять же очередной раз переиграли по статьям. Что-то такого сказать не могу. Вы стояли, вытерпели. Спасибо ребятам, что провели бестерские качества. К сожалению, пока мы так только можем. После 23-х игр алтайские футболисты занимают 6-е место с активом 38 очков. Теперь подопечный Александр Суровцева отправляется на выезд. Где 19 мая встретятся с Тюменью, а 22 мая в Берми со звездой. Алтайские кикбоксеры Александр Гельвих и Алексей Аладинский стали победителями чемпионата и первенства России в разделе «Фуллконтакт Слоу Кик». В Челябинске завершился второй по значимости турнир страны, в котором принял участие 2000 спортсменов. Александр Гельвих теперь ждет участие на чемпионате мира в Италии. Алексей Аладинский отправится на первенство Европы. Юные дюдаисты до 13 и до 15 лет 12 мая выйдут на ковер в борьбе за золотые медали в финале Алтайской лиги зюдо. Всего примут участие порядка 200 спортсменов. Соревнования пройдут в спортивном комплексе училища Олимпийского резерва. Команда победительница получит путевку в сибирский дивизион детской лиги «Триумф Энерджи». Дмитрий Дроздов. День с толком. Детские лагеря «Края» всюду готовятся к приезду детей. До первой смены остался всего месяц. Накануне родители и дети уже смогли познакомиться с вожатыми, задать свои вопросы. Всем интересно, внесла ли пандемия свои коррективы в работу лагерей. И в этом году подробности у Ирины Корчегиной. Они будут встречать детей и находиться с ними 24 часа в сутки. Вожатые из семи загородных лагерей Барнаула. В прошлом году из-за пандемии летняя оздоровительная кампания накрылась медным тазом. В этом детей ждут, но с условием. Наполняемость лагерей должна быть не более 75%, а смена не более 14 дней. Для детей в этом году дополнительных требований нет. Они также приезжают в лагерь со справкой по форме 079U. И в ней будет также отмечено отсутствие контакта с инфекцией. Ждем, готовимся. Уже в лагерях идет подготовка полным ходом. Проводится уборка территории, подготовка к рецидной обработке. И начинаются покрасочные ремонтные работы, чтобы дети заехали в яркие лагеря и провели свое незабываемое лето. Провести незабываемое лето смогут школьники от 6,5 до 15 лет. Такие танцевальные фестивали – возможность для родителей познакомиться с вожатами и их помощниками, задать свои вопросы. Многие говорят, что это сложно не спать, постоянно быть в движении. Но для меня это именно то, что меня заряжает. Именно то, чего, наоборот, еще больше хочется делать и давать детям. Смотреть каждый раз улыбки детей – это просто прекрасно. Особенно, когда ты находишься в лагере, когда конец сезона, когда каждый хочет вернуться еще раз. Это очень приятно, я думаю, для каждого лагеря. Некоторые лагеря откроют свои двери уже 10 июня, так что у родителей, которые хотят устроить отдых и себе, и детям, остается все меньше времени, чтобы купить путевку. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. И до встречи.